Приветствую тебя на канале Summer! В сегодняшнем видео я хочу поговорить о новой игре из серии Ледниковый период, которую по какой-то причине на русскоязычном ютубе практически никто не обозревал и не играл в нее. И очень зря хочу я вам сказать. Эта часть из серии игр про Ледниковый период называется Ice Age Scrat's Naughty Adventure, что переводится как Ледниковый период приключения скрета. Если вдруг кто не помнит, то скрет это белка, которая постоянно гоняется за орехом. Данная игра вышла 18 октября и я ее уже прошла на стримах. Полное прохождение есть на канале, если кому-то хочется посмотреть. Ссылки на стримы я оставлю в описании. Но конкретно в этом видео я хочу рассказать в целом об игре, о моих впечатлениях от нее и показать вам всех трех боссов игры и рассказать как их победить. А в конце покажу финал игры и немножко расскажу о нем. Предварительно предупрежу вас об этом, чтобы никому не засполерить концовку. В общем-то будет такой мини обзор по игре. Обзоров я никогда не делала, но надеюсь, что у меня получится хотя бы что-то сносное. Итак, в игре мы будем играть исключительно за белку скрета. Здесь не будет ни Сида, ни Мэнни, никаких либо других героев из мультика. Цель игры собрать 4 ореха и принести их в забытый храм. Таким образом, белка выполнит испытания скрета зонов и поведет их в золотой век. Честно говоря, непонятно. Никто такие скрета зоны, ни что за золотой век. Нам этого, к сожалению, никто в игре не объясняет. Но я объясню в конце видео. За каждый орех нам будут даваться новые способности. Как, например, двойной прыжок или скрета пульта, благодаря которым мы сможем забираться в ранее недоступные для нас места и собирать там лут. И также по ходу игры мы можем собирать кристаллы. Они необходимы для того, чтобы увеличивать запас здоровья у белки. Возле его мордочки, в левом верхнем углу, есть фиолетовый индикатор, который заполняется в соответствии с тем, сколько кристаллов вы собрали. Но в какой-то момент полоска здоровья остановится и больше не будет расти. Но произойдет это уже во второй половине игры. Также за эти кристаллы вы можете купить арты, которые находятся в меню игры в разделе дополнительно. Но я не понимаю, зачем это делать, так как все арты откроются сами, автоматически, по мере прохождения игры. Помимо кристаллов мы можем еще находить фрагменты фрески и статуэтки. К ним мы вернемся чуть позже. А сейчас давайте поговорим о сюжете. Точнее о его отсутствии или, если правильнее выразиться, недосказанности. Сюжет очень поверхностный и мотивация скрета особо не ясна. Нам никто ничего не объясняет, кроме того, что нам нужно найти 4 ореха. Но, наверное, игроку в данной игре это особо и не нужно. Эта игра скорее легкий 3D платформер, который поможет расслабиться и насладиться привычным всем геймплеем. Почему привычным всем? Потому что он практически не отличается от геймплея старых игр про ледниковый период. Механики практически идентичны, а где-то полностью идентичны. Но давайте я все-таки немного расскажу подробнее о сюжете игры. Сюжет заключается в том, что в начале игры скрет, как обычно, гонится за орехом и оказывается в забытом храме, который находится в дупле дерева. В этом храме чей-то голос говорит скрету, что он поборник, и ему нужно найти 4 кристальных ореха, чтобы, как я уже говорила ранее, повести скрета зонов в золотой век. Подробнее о сюжете я расскажу в конце видео вместе с разбором финала игры, дабы не спойлерить тем, кто еще не играл в игру и хочет это сделать. И вот мы начинаем бегать и искать эти орехи. Каждый орех скрыт в новой локации. Локации красивые, порой дух захватывает от красоты открывающихся видов. Первые два ореха и последний мы получаем только после того, как победим боссов. А вот третий орех нам по какой-то причине дают просто так. Меня это даже немного огорчило, так как я ждала классную схватку с боссом. Я прошла игру за 5,5 часов, но на этом игра не заканчивается. Самое время вернуться к фрагментам фресок и статуэткам. После прохождения всей игры скрыт уже наделен своими новыми способностями, а значит теперь перед ним открыты новые пути, которые ранее были для нас недоступны. В начале игры я недоумевала, что же это за круги в воздухе и как ими пользоваться. Один раз я даже упала со скалы, так как думала, что нужно разбежаться и прыгнуть в направлении круга. Но оказалось, что я смогла прыгать сквозь круги после победы над вторым боссом и получением нового навыка. Итак, с новыми навыками мы можем исследовать теперь гораздо большее количество местности и найти все фрагменты фрески и статуэтки. После этого в храме на стенах появятся рисунки, ну и скорее всего вы получите достижение. То есть после 5,5 часов сюжета вы можете еще смело набегать в этой игре часа 3, а может и больше. И кстати, если будете бегать за статуэтками и фрагментами после прохождения сюжета, боссы появляются заново, даже если вы их уже побеждали до этого. Но это наверное и к лучшему, я с большой охотой побила вторых боссов повторно, уже зная, что и как делать. Давайте перейдем к боссам. Первые боссы это Карл и Фрэнк. Это пара братьев-носорогов, которых мы могли увидеть в первом мультфильме из серии Ледниковый период. Их двое, но сначала к вам спустится только один. Когда индикатор его здоровья становится серым и на нем замок, мы не можем наносить ему урон. Нам нужно встать перед воротами, через которые лежит наш дальнейший путь. Носорог разгонится и врежется в них, когда мы отскочим, чем немного повредит их. После этого он начнет очень странно прыгать, в этот момент от него надо просто убегать. А после того, как напрыгается, он начнет бегать за нами. Тут снова убегаем, но стараемся поворачиваться и кидаться в него камнями. После второго удара по воротам первый брат-носорог потеряет сознание, и тогда к нам спустится второй. С ним мы проделываем то же самое, что и с первым. После этого ворота разрушаются и мы можем идти дальше. Вторые боссы это Критейшес и его друг Мейлстром. Тут бороться нам предстоит в основном с одним, с Критейшесом. Он является одним из главных антагонистов в мультфильме. Мейлстром же просто будет вставать на край Льдины и наклонять ее. От первого нам надо постоянно убегать, поворачиваться и кидаться в него снежками. Потом он упадет, нам нужно подбежать к нему, начать его бить и наносить урон. Затем он начнет прыгать так же, как и первые боссы-носороги. После Льдина резко наклонится и Белка улетит в рот к Мейлстрому. И тут нужно просто быстро жать на кнопку. Придется проделать это пару раз и все, затем они уплывут в освоясье. Третий босс это Большой Птеродактиль, который будет пытаться ударить нас своим огромным клювом. Нужно вовремя отскакивать. Затем он начнет орать на Белку и в этот момент необходимо быстро жать на кнопку, чтобы скрета не унесло. Затем Птеродактилю на голову падает камень и мы его бьем, нанося урон. Следующий заход он будет проводить головой в стороны и нам нужно просто вовремя перепрыгивать его шею. Третий заход он будет делать перемешку все подряд. Так что будьте готовы и перепрыгивать и отскакивать. С боссами мы закончили. И я вспомнила еще один немаловажный факт об игре. Если у вас нет геймпада, вам будет затруднительно играть в эту игру. К сожалению, когда я пыталась играть на клавиатуре и мыши, камера не вращалась вообще и это было очень неудобно. Но даже так я умудрилась отыграть 3 часа. Так что тут уже думайте сами, сможете вы играть без поворота камеры или же нет. В любом случае, играть с геймпадом в эту игру куда приятнее и удобнее. А теперь давайте перейдем к самому сладенькому, в прямом смысле этого слова, к финалу. Поэтому те, кто не хотят спойлеров, так как сами будут играть, не смотрите видео дальше. Когда мы приносим последний орех в храм, в небо возносится фиолетовый луч и на небе появляется огромный фиолетовый орех. Скрета возносит на этот орех по лучу, прям так, как нам всегда показывали в фильмах про инопланетные тарелки. И на корабле Скрет встречает потрясающе красивую бельчиху. И на этом конец игры. Понимаете, финал как хотите называется. Концовкой я была недовольна, потому что она совершенно непонятная. Но немного порывшись в интернете, я поняла, что к чему. Данная бельчиха в конце игры это представительница расы инопланетных белок под названием Скратозоны, которых, как нам было сказано в начале игры, мы должны повести в золотой век. И в принципе вся игра и весь сюжет отсылает нас к короткометражке Скрет Спейс Аут, что переводится как Скрет столкновение неизбежно. Эта короткометражка длительностью 15 минут полностью посвящена Скрету и его погоне за орехом. Ну и попутно созданию солнечной системы. Настоятельно советую глянуть ее всем, кто еще не видел. Это были неплохие 15 минут моей жизни. К тому же после просмотра сюжет данной игры станет более понятен. Погоня за орехом начинается на земле и внезапно продолжается уже в открытом космосе. И в конце концов Скрет оказывается на точно таком же корабле, что мы видим в конце игры. И начинается борьба за орех между Скретом и Скротозоншами. Звучит интересно, не правда ли? Выясняется, что за этим орехом гоняется не только Скрет. Его не прочь заполучить из Скротозоны. Но игра обрывается на встрече Скрета и Бельчихи Скротозонши. И что будет дальше, возможно, мы узнаем уже в следующей игре. Но, как я уже сказала ранее, сюжет в этой игре не самое главное. В первую очередь это просто неплохой 3D платформер, благодаря которому вы еще можете и словить нормальную такую ностальгию по детству и старым частям ледникового периода. На этом мой обзор подошел к концу. Обзор игры я делаю впервые и надеюсь, что он вам был полезен и интересен. Спасибо за просмотр! Впереди будет еще много видео по различным интересным играм, поэтому не забывай подписываться на канал и жать на колокольчик. А также, если хочешь меня поддержать, можешь поставить лайк под видео. Я буду тебе очень признательна. До скорой встречи! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова